Куда уходит Старый Год и как меняются традиции празднования от Камчатки до Калининграда? Об этом мы поговорили с фольклористами и авторами книги «Страшный, таинственный, разный Новый Год» Натальей Петровой и Надежды Рычковой. Вы обе изучаете фольклор. Расскажите, откуда у вас вообще такой интерес к традиционной культуре, почему вы взялись за это изучение? Это, наверное, общий детский интерес к сказкам, интересным историям, Паба Ига, Кофей Бессмертный. А потом от сказок я перешла к научным книжкам, оказалось, что всё гораздо сложнее, интереснее, есть закономерности. И то, что в детстве интересует просто как что-то такое волшебное, необычное, потом привлекает как система представлений, где есть логика, где есть смыслы, которые интересно вычленять. У меня всё началось с песен. Необычно. Да, я росла в традиционной, так скажем, традиционной сестье семьи, и мои родственники, собираясь на какие-то праздники, всегда пели в конце. Мне это ужасно не нравилось, мне казалось самым страшным эпизодом всего, так сказать, ритуала. Но потом я поступила на филфак, и когда поехала после первого курса, есть практика, да, собирать фольклор, и тут я поняла, что ага, это вот, оказывается, это даже изучают, это вот такой прекрасный фольклор. И тут я начала опрашивать всех своих родственников, и, в общем-то, моя диссертация ровно посвящена народным песням. Какое у вас отношение к празднованию Старого Нового Года? Внутри семьи нет, это скорее не отмечалось, то есть я с ним скорее познакомилась уже потом, когда стала ездить в экспедиции, и нам рассказывали, что это вот отдельный праздник, нужно собраться, готовить тоже богатое угощение, пышное, вкусное, изобильное. Где-то на русском севере гадают именно на Старый Новый Год. То есть это у меня скорее уже позднее знакомство именно как с предметом изучения, а не как с частью такой семейной традиции того, что привычно с детства. У нас, конечно, традиционно праздновали Старый Новый Год и, значит, приглашали там гостей, это было тоже застолье с псеваниями. Но вот как раз потом, уже в более старшем возрасте, сейчас мы особенно его не отмечаем, но можем просто погадать. Вот в прошлом году мы собирались с коллегами и тоже гадали. В ходе ваших исследований, изучения фольклора и культуры, были ли какие-то традиции, которые вас очень сильно удивили? У меня есть опыт экспедиции на Русский Север, это Архангельская область, и там есть очень вкусная традиция такого новогоднего печенья, называется козули. Их делают обычно в виде животных, это может быть, собственно, коза по названию, барашек, лошадка. Раньше их делали просто из жарного теста, сейчас, естественно, с кучей разных добавок, специи, с цветной глазурью. И сейчас немножко заимствуют традиции этих пряничных печеньев, чего-то еще. Раньше было четкое понимание, что это не просто вкусная еда, десерт на празднике, а именно обрядовое печенье нужно печь именно вот в этот период, и его нужно особым образом распределять. То есть обязательно угощать приходящих каледовщиков, тех, кто приходит в дом с благопожеланием, исполняют правильные песни, чтобы в доме все было благополучно в новом году. А кроме того, была традиция обязательно угощать этим печеньем домашнюю скотину, то есть нести в хлев, в коровью, угостить, чтобы она тоже была сытой, довольной весь будущий год. То есть такая милая традиция. На самом деле называется страшным словом «продуцирующая магия», то есть программирование благополучного будущего именно в начале года. Серьезное название. Что вас удивило? Да, меня, ну, может быть, не удивило, а хочется этим поделиться, что вот мы думаем, что Новый год – это вот просто праздник, ну, или как бы сейчас нам кажется, что просто праздник наступления следующего года. На самом деле вот в этот период святок там же и вообще все календарные праздники содержат в себе много смыслов. Это и обязательно «продуцирующая магия», то есть нам нужно что-то сделать в этом периоде, чтобы весь следующий год все было хорошо. Плюс мы должны обязательно вспомнить о предках, то есть это упоминальная традиция, которая до сих пор сохраняется. Вот, и мы что-то должны еще обязательно сделать с обществом. То есть это каких-то таких важных три составляющих, на которых строятся все праздники. Вы говорите о своих экспедициях в разные города России, вообще от Камчатки до Калининграда. Сильно ли разные культурные коды у жителей нашей страны, разные какие-то традиции новогодние, рождественские в семье? Ну, вот наша книга заявлена как книга о новогодних традициях от Камчатки до Карелии, Калининграда. Но, естественно, полностью все регионы посетить лично мы не смогли. То есть куда-то мы ездили в экспедиции, а где-то мы искали сведения через публикации материалов коллегами, экспедициями, которые ездили в XIX веке, весь XX век, чтобы понять, что меняется, что фиксируется. И действительно есть очень большая разница и этническая. То есть разных народов Новый год приходится на разное время. Кто-то отмечает летом якутский эсэх, кто-то отмечает весной, как на найце праздник моления воды. У кого-то это зимний период, связанный с зимним солнцестоянием. То есть есть такой этнический момент различия в праздниках. Но даже внутри одной этнической традиции в разных регионах могут быть свои детали. То есть это совершенно нормально для фольклора, поскольку есть местная специфика, какие-то детальки. Растение, которое у нас растет, у соседей его уже нет. Поэтому мы его несем на праздник, когда-нибудь освещать в церковь, а другие несут совсем другую зелень. То есть это совершенно нормально. Вариативность — это то, что свойственно традиционной культуре. То есть она не одинаковая, универсальная везде вообще. Она как раз разнится от региона к региону. Мы тоже в своей книге писали, что если вы, например, из Брянска или, например, из Белгорода, какие-то соседствующие регионы прочитали, не увидели эту традицию. Это совершенно нормально. Можно с нами поделиться этими традициями, потому что даже соседние села могли отличаться и до сих пор отличаются какими-то деталями. Наталья, Надежда, спасибо вам большое, что приехали в Омск и рассказали о особенностях нашей культуры и особенностях других каких-то культур. Это безумно интересно. Спасибо вам. Спасибо. А у наших телезрителей хочется спросить, какие же необычные традиции есть в ваших семьях? Ищите нас в социальных сетях и подписывайтесь, и делитесь в комментариях. Спасибо.